Всем привет, с вами Ништярик, и сегодня продолжаем играть с тактическим топором радиация. Конечно, топоры тут друг от друга ничем не отличаются, но только скин прикольный, в принципе, зеленый такой. Ладно, сегодня у нас теперь карта Резиденция, тоже новогодняя версия. В предыдущем видео я сыграл в ангаре, новогодним сегодня Резиденция. И баланс у нас следующий, нас четверо, их трое. Ну теперь вроде четверо. Так, мы играем сначала за сторону защиты, за Warface. Значит, нам нужно дать... Так, стоп, враг же мертв. Что такое? Почему не останавливается время? А, вот все. И, кстати, почему он один? Блин. Видно было там, что ливнул у него союзник. Да, не повезло ему немного, конечно. Мы его тут отделывали несколько раундов подряд. Я тут все это вырезал дело. Ну, он против нас ничего, в принципе, делать не смог. И вот, как видите, игроки присоединились. А за него теперь еще трое присоединились. За меня тоже. 4-4 счет. То есть, не счет, а баланс игроков. То есть, у нас 4, у них 4. Всего 8. И можно увидеть у них игрок с катаной. Да, катана, конечно, от топора отличается вроде как скоростью атаки. Но топор лучше катаны тем, что он... Тем, что он атакует дальше. Ой, не дальше, а наоборот быстрее. А вот катана атакует дальше. Поэтому это немного опасней. Ну, правда, там плюс-минус пару сантиметров, что ли. Там, катана, я не помню, сколько точной дальность. Там где-то 2,5 или 8, я не помню точно. Топор 2,3 вроде было. Не сильно отличается, но тем не менее, все же отличие есть. Так, и вот мы проиграли первый раунд. За них теперь 5. Да, в команде врага 5 человека. Нас, нас четверо. Счет 7-1, конечно. Да, если бы эти игроки пораньше бы присоединились к тому чуваку, которого мы, получается, 6 раундов, первые 6 раундов отделали подряд, тогда бы было лучше. Так, у нас ливнул один союзник. Это, конечно, фигово. Теперь нас трое, получается, их... А и сбоку, не сбоку, парень вражеский зашел. Нас, получается, трое их пятеро. Да. Так, к ним, что, что, в топе соединятся? А, нет, к нам. Да, бывает такой баг. Снова тот же самый танчик. Так. Бежим сюда. Я обычно бегу и взрываю вот эти ворота на карте резиденция. Ну, хотя, не всегда, но... Но, бывает. И к нам присоединяется кто-то. Ну, в смысле, ник у него кто-то. Так, парень тут с леденцом, нужно его убрать. Так. Ай-яй-яй, парень с леденцом меня чуть не замочил. Да, если бы не броня, тогда бы меня делали. Ай, зачем я так пошел? Счет 7-3. Ну, вот, теперь 5-5. Теперь ровный баланс. Правда, у них в команде есть чувак с катаной, поэтому... Будет опасненько. Топором против катана не так просто, мне кажется. Конечно, для меня, по крайней мере, против катана не так просто. Ну, меня замочили. М-м-м, проиграли. Плохо проиграли. Обезвредили. Ну, счет 8-3, как был в нашу пользу. Серьезный отрыв на 5 раундов мы выигрываем. Но все же у врагов есть еще много шансов. Тем более, что недостаточно такие сильные. Это не тот самый... Это не то же самое, что как тот один чувак, который первые 6 раундов отхватывал. Это уже покруче. Так, надо, парень с топором идет на меня. Так, блин, надо было раньше замахнуться. Да, на ближних боях я, конечно, не спец. Но не такой уж и слабый. Ну, вот, 8-4. Они нас, по ходу, потихонечку начинают догонять. У нас в команде еще и леденец есть. Ну, у них, в принципе, тоже. Ну, в смысле, игрок с оружием леденец. Да, на леденец еще есть такое мини-достижение. Убить с помощью леденца. Вроде 100 игроков или 250, я точно не помню. В пвп с леденца я выполнил задание. Там нашел комнату с названием леденцы и сосульки. Ну и зашел туда. Конечно, там был чувак с топором, ну, вроде бы, один. Ну, там на разные. На разные карты заходил. Не на одной же и той же карте. Сразу, за раз, набить 100. Где-то 100 игроков. Там на разные места заходил. Так, оп, мясничок. Ну, наконец-то, хоть что-то такое интересное сделал. Ай, облом. Единственный оставшийся инженер успел прекрасно пленту. И разминировать его. Да. Не повезло немного. Так, я занимаюсь абсолютной фигней. Зачем я этот снеговик фигачу? Ну, за тем, чтобы проверить, можно ли его разрушить. Ну, в ангаре же есть снеговики. Их там можно разрушить. Правда, когда они разрушаются, эти снеговики, они издают очень громкий шум, что выдает местоположение. Так что, эти снеговики, как развлечение, так и, скажем, приманка для врага. Ну, или, наоборот, сам становишься приманкой для врага. Так. Здесь подсаживаемся наверх. И счет уже 8-7. Нас уже догоняют. Так. Мы втроем подсаживаемся. Снайперы подсадили. Смеют кому-нибудь полезный мир. Да, враги очень сильные. Уже 8-7 счет. Нас, конечно, тут... Да, отделывают. Дрючат, конечно, жестко. Эх, вообще не взят. Ну, счет 8-8. Они нас уже догнали. Похоже, не судьба выиграть. По-моему, даже так справедливо, что мы проигрываем. Первые же 6 раундов в конце-то концов. Там мы одного чувака делывали, поскольку он был один. Если бы я не поставил овертайм, тогда бы мы уж выиграли. То есть не овертайм, а 11 раундов. Так, давай. Блин. 8-9. Уже в их пользу. Да. Тут до 11 раундов. Так, ладно. Взрываем эти ворота. Если играть на стандартных оружиях и против всех классов, которые есть, то здесь надо быть осторожным, поскольку там могут находиться снайперы. С болтовками, ну или с какими-нибудь там каликами, винторезами. Вот этим вот так. Ох, на меня целая толпа врагов. 8-10. И у нас еще ливнули. Настрой их пятеро. Ну, здесь, в принципе, уже понятен исход. Вот, это поражение. Ну, все равно. Я останусь до последнего. Тем более, что этот раунд уже последний для нас, скорее всего. Ну, втроем против пятерых-то. Вряд ли удастся выстоять. Давай, давай. Так, есть. Завалил. У меня еще лагнуло. Сейчас повезло, что этот лаг не повлиял плохо. Так, а вот здесь, ну и здесь этот парень меня добивает, к сожалению. Ну, и вот такие вот результаты. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Миштябик. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok